Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем исследование трудных мест Священного Писания. И сегодня мы опять возвращаемся к 22 главе, ко второму стиху книги «Бытия». Здесь мы находим такие слова «Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Что здесь еще непонятно? Почему Бог говорит, возьми сына твоего, единственного твоего? Вот это непонятно. Разве Исаак был единственным сыном Авраама? Разве до Исаака не родился у Авраама Измайл? Почему же Господь так говорит в своем требовании? На самом деле здесь заложен некий внутренний диалог. В Библии я знаю еще один текст, это из книги «Руфь», там тоже за текстом, таким же сложным, скрывается некий внутренний диалог между персонажами. «Бог сказал, возьми сына твоего». Естественно, что Авраам спрашивает, какого? «Единственного твоего». Что значит «единственного твоего»? «Неповторимого твоего». Здесь Авраам может возразить, да каждый из них, и Измайл, и Исаак, они по-своему неповторимы, единственны. «Которого ты любишь». А здесь Авраам мог сказать, Господи, я обоих люблю, это мои дети. И мы знаем, что Авраам реально заботился и об Измайле, и об Исааке. И когда пришлось прогнать Агарь с Измайлом, он очень переживал. Об этом говорится в Писании. И только потом Господь говорит Исаака. Чему Господь нас научает? Не говорить людям о чем-то тяжелом для них, вот так сразу вываливая на них информацию. «Подготовить их», дать время для некого рассуждения. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака». «А, не так там, возьми Исаака и пойди его зарежь». То есть Господь преподает нам урок нормального поведения. На самом деле, у подножия этой горы, где совершалось жертвоприношение Исаака, там был Измайл, его первенец, первенец Авраама. Это мы видим из пятого стиха. «И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь со слов». Отрок – это может быть человек любого возраста в еврейской традиции, но человек, который не создал семью. И предание устанавливает, что вот эти два отрока – это Измайл, Ишмаэль, сын Авраама, и Элязер, слуга Авраама, верный ему во всем. Таким образом, здесь нет никакого противоречия, и мы видим, что Господь так говорит по той причине, что он знает сердце Авраама. Он знает, что он любит своих сыновей, каждый из них по-своему неповторим. Надо сказать, что каждый человек по-своему неповторим. Этому нас учит Библия, когда сам Бог говорит «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». А почему так? Разве у Авраама другой Бог, чем у Исаака, а у Исаака другой, чем у Иакова? Нет, конечно, это нет. С одной стороны, это указывает на троичность Бога, единого в трех лицах. С другой стороны, это указывает на то, что опыт богообщения каждого человека неповторим. Опыт богообщения Авраама неповторим, как и опыт богообщения Исаака, и как опыт богообщения Иакова. Все люди неповторимы, как в природе нет одинаковых отпечатков, так и индивидуальность каждого человека, она по-своему неповторима. Авраам, испытываемый Богом, он принимает то, что Бог требует от него. Хотя, как мы об этом уже беседовали ранее, при всем при этом, Авраам, конечно же, догадывается, что Бог не может требовать от него чего-либо беззаконного. Ибо, как сказано в Писании, из одного источника не может течь сладкая и горькая вода. И все, что говорит Господь, все, что Он требует от нас, это всегда благо для нас самих. Иногда нам кажется, что те обстоятельства, которые нам посылает Бог, они чуть ли не выносимы. Но мы видим, как бы, начало пути, но не видим, куда сложные обстоятельства могут нас привести. Бог, который одинаково владеет нашим прошлым и будущим, как настоящим, Он объемлет все. Поэтому есть обстоятельства, которые посылает нам Господь, они смущают нас. Давайте все-таки доверимся Богу, потому что Он есть Тот, Которым мы живем, движемся и существуем. Который сотворил нас для того, чтобы поделиться с нами благостью собственного существования. И творил Он нас из небытия в бытие. Таким образом, когда всякий раз в Писании мы видим что-то такое, что, как бы, противоречит нашему пониманию текста, исходя из контекста, надо просто внимательнее порассуждать. Надо помолиться и попросить Господа, чтобы Он уразумил. И у нас есть святоотеческая традиция, комментарии святых отцов, которые всегда помогают нам дойти верное решение в той или иной ситуации. Итак, мы рассмотрели вот эту сложность, на которую и современные экзегеты обращают внимание, и нашли, в общем-то, правильное разрешение этого вопроса. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах, которые выходят в разных циклах, которые читают разные священники и миряне на нашем портале. И берегите себя. Продолжение следует...